Здравствуйте, мои друзья! Здравствуйте, мои самые лучшие на свете зрители! Я вас поздравляю с наступающим верным воскресеньем! И хотела бы немножко сказать о прошлом видео. Я высказывала свою точку зрения, и моя ошибка была в том, что я допустила дискуссию. Мне надо было отключить все комментарии, потому что у меня, к сожалению, нет второго канала, где я могла бы высказать свою точку зрения, мне это важно было. Но пришлось здесь. Но втягивать вас в дискуссию это не входило в мои правила. У меня не канал не о политике, а только о добре. И поэтому каждый имеет свою точку зрения, право на свою точку зрения. И поэтому, если я вам причинила огорчение, прошу меня простить. В отступлении в конкурсе захотела участвовать, принять участие моя подружка Надежда Макарова. Надюша, привет! Привет! Одна из победительниц прошлого конкурса. Ну, так как у Наденьки нет совсем ничего из кжели, а она организовывает музей фарфоровой посуды, ну, я приняла такое решение послать ей кжель без всякого конкурса. На Авито я увидела объявление о продаже чайной пары, которую вы сейчас видите. И для этого я помчалась встречаться с продавщицей к метро Октябрьское. И поэтому как-нибудь из следующих видео вы обязательно увидите видео, которое я сняла об этом замечательном метро и о необыкновенной его истории. Ну, а также прилагается к этой чашечке замечательный вот такой вот замечательный подсвечник, такой же, как и у меня. Посмотрите, с рыбками. Вот такая прелесть. Вот такая чашечка. Поближе я ее вам показываю. Вот. И вот такой вот подсвечник. Надюша обязательно должна принять участие в нашем чаепитии на Пасху. Ну, вот эта вот чашечка, я думаю, просто прекрасно подойдет ей. Такое блюдечко тоже красивое, ребристое. Так что, Надюшечка, жди. Девочки, дорогие, наступает самый волнительный момент. Итак, условия конкурса выполнили 12 человек. Это Людмила Малышенкова, Ольга Эс, Лена, Лилия Глаченко, Галина Комарова, Полина Полина, Света Кора, Катюша Радости Жизни, Тереза, Не дня без рецептов Наталья, Татьяна Хаоми и Марина Лари. Итак, как вы видите, 5 призов, должно выйти 5 человек. Мы опускаем ниже найти победителей. Нажимаем на кнопочку и сразу уходим вверх. И у нас выскакивают Людмила Малышенкова, Ольга Эс, Галина Комарова, Татьяна Хаоми, Полина Полина. Девочки, я вас поздравляю. Ну что ж, должна играть здесь музыка. Победительница конкурса. И вы станете обладателями этого чуда. Ура, ура, ура! И теперь, мои дорогие подписчицы, остаётся вам только прислать мне свои адреса и всё-таки то, что вы хотели бы получить в виде призов. Потому что на сегодняшний день я примерно представляю, что бы хотела получить только Людмила Малышенкова и Оленька, моя дорогая москвичка. А мой номер ватсапа, по которому вы могли бы прислать эти сведения, я оставлю в инфобоксе под видео. Итак, жду. Жду, поскорее присылайте, потому что мне ещё надо посылки упаковывать и отсылать. Главным отличием к жильской росписи является её самобытность и индивидуальный стиль. И это неудивительно, потому что вначале это были простые лепные игрушки и предметы быта с красивой яркой майоликой. И лишь затем стали делать фарфор с нарядной бело-голубой росписью, которая покорила весь мир. И замечательная особенность к жиле, что она всегда расписывается только вручную. И я безмерно благодарна директору рынка ретро Валерию Архипову и его сотрудникам за мою сбывшуюся мечту, за сказку к жиле, оказавшуюся на моём столе. О замечательной тарелочке и бочонке я расскажу вам в следующем видео. А сейчас я с вами прощаюсь и желаю в первую очередь всем, чтобы ваши мечты сбывались, чтобы сказка всегда становилась явью. До свидания, мои дорогие друзья! До новой встречи!